Я сейчас ехал и ехал в маленькой зиме, в маленькой. Удар как будто по боку передоковано. Я помню, мы шли на Ивана Петрове, ехал в проливе в районе Новой Земли, южного берега. Зашли в полосу и вдох. Как раз когда-то лекция была, это удар, а мы тогда в трюм, в лекционном зале. Он в лесу находится, и слушали лекцию, и это удар как по корпусу. Девки все заверещали. Там был битый лёд, от горизонта до горизонта, но мы его прошли нормально. Верните меня обратно в Златоуст. Утром приехали. В 11 сот приехали. Успел с ней поздороваться. В 17 человек. Взять льдину. Сядь льдину. Сядь льдину. Возьмешь и пойдешь. Сядь льдину. Территория от собак зачищена, не переживай. Всех успешно съели волки. Сядь льдину. Территория зачищена, всех собак съели волки. Выше нос. Выше нос. Выше лодки стоят. В зимний период. А солнце будет у вас по расписанию? Вообще должно быть. Давление поднимается капитально со вчерашнего дня. Вчера была нормальная погода. Солнце должно появиться. Прогноз мой такой. У вас с полным кодом процесс готовки? Что нам сегодня Бог послал? А Бог нам сегодня послал Полутора годовалые пельмени. Полутора годовалый квас. Трех годовалый квас. Что за чудесная история с квасом? Расскажи. На днях мы открывали вот эту яму Для хранения, ну типа обычная яма Для хранения продуктов. И обнаружили там веревку, которая ведет к пакету. А в пакете В пакете было. С юбилея Павла Николаевича оставалось вино. После того, как мы пакет подняли А юбилей, к слову сказать, был три года назад практически. Мы обнаружили там закрытую бутылку хлебного кваса Производства красновишерского хлебокомбината Там должна быть дата Дата стерлась Дата тут печатью ставится и она Вот, ее нету Первое, что они вырезают, это даты Да, да, да Вчера мы пили, значит Квас Чердонский Сегодня будем дегустировать квас Красновишерский Трехгодичный Шайба добралась сюда Можно сказать с боем Поэтому надо ее поощрить как-то Зайку покажешь? Может она боролась с сальдинами на реке Отпугивала их своим грозным внешним видом Покажи зайку Зайку покажи Давай, покажи зайку Покажи зайку Та-та-ри Та-ра-та-та Та-та-ри Та-ра-та-та Молодец Что у нас сегодня? Какой вообще план действий? У нас сегодня Хоз работы какие-то Хоз работы какие-то Еще нам нужно найти дощечку Для принтера И придет к ней ручки Поесть пельмени и Та-да-дам Что сделать, Шайба? Что сделать? Начнем с пункта последнего С еды Да, начнем с еды Еще нам сегодня собаку надо постричь Вот эту вот собаку Красивую пушистую собаку А ты видел, да, что квас годен 17 суток? 72 часа А, точно 72 часа 72 часа вы закончились примерно 3 года назад Уверен, что хочешь? Да Нет, мне нечего Я тогда возьму камеру И гитару Кунгурку Кунгурку Пахнет алкоголем Да Да Там что-то коричневое всплыло Это осадок, это нормально Кстати, он ходился в шториях В ладонной камере Да, да, да То есть он просто забродил Да То есть он может бросить таблет А он не был? Так, все Открываем Нет Еще выходит все еще Я говорю, прошло 3 года Пахнет пивом Просто обычным пивом На самом деле Там смотри, мухи сверху Да какие это мухи Это крошки Чаиньки Взяться им откуда Давайте я тоже прикоснусь Потому что я только смотрю Как только летней давности Ох Ну как Ничего, да, вроде Газ Ладно, теперь уже 28, ты уже пожил Пожил Сына после себя оставил Да, нормально Можно едить, всякую творить, да? Образование получил Смотри, паутина на стакане Это проблема стакана, а не квас Если что Ядреная Алкоголь? Нет Просто газы Такой хороший ядреный класс Ядреный настоя Без всякого там сахара Он сахар перебродил Ядреный такой Нормальный напиток Туалет-то у вас один Или два Да тут Поле большое Видишь? Перевозгон, вьетаж Фу! Мощно Не-не, нормально Самое то Да Самое то Как раз сахар можно ехать Ячмень вылечит Ячмень вылечит, точно А стоматит А стоматит вылечит Самое то хороший напиток не алкогольный я жду просто вдруг сейчас что-нибудь интересное случится попал первый пил класс что совсем не алкогольный закусить его конечно стоит деревня бахари на проводе так сказать погода просто отвратительная сегодня по прогнозу должно быть солнце но все что мы имеем это совершенно пасмурное небо и такой практически обложной ливень что с одной стороны хорошо тает снег и все такое но с другой стороны находиться можно только под крышей тут в стенях кстати лежит обалденная байдара вот она вверх брюхом расположена который я надеюсь мы еще вернемся как-нибудь летом и прохватим куда-нибудь до ветлана скажем или может вниз по реке балдежная штуковина в позатом году катался еще здесь старом доме есть вот такая русская печь настоящая она временно не функционирует но в процессе реконструкции дому примерно 300 лет и примерно столько же и печки вот такая вот печурище лучших традициях русских печей напротив русской печки находится такая импровизированная доска почета доска памяти всех жильцов этого дома начиная с василия степановича 1872 года рождения дом был обитаемым жилым постоянно до шестьдесят восьмого года в соседней комнате висит картина авторства владимира владимира арестовича лапицкого посвященная 60-летию павла николаевича юбилей был три года назад картина выцветает понемногу поэтому лучше ее заснять на ней изображен именинник в окружении зверей тут же рядом находится эпичная грамота посвященная по моему тоже дню рождения павла николаевича но датирована она 1996 годом что интересно среди подписей есть инициал к б это как несложно догадаться коля бахарев которому было тогда всего-то пять лет следующий артефакт это карта россии на которой такими забавными стикерами отмечены места в которых видимо павел николаевич бывал я видел еще одну такую же карту но с другими отметками но здесь конечно это выглядит очень эпично эпичнее чем обычные скрепочки как мы видим павел николаевич очень любит анадырь и чукотку судя по надписям да география обширна вот мое сегодняшнее рабочее место это подобие верстака где я строгаю доски дореволюционным старым рубанком внезапно вспомнились уроки труда и слова сергея аркадьевича загородских который учил нас настраивать рубанок вот в общем неплохо получилось потому что как-то удачно и быстро нашли все нужные инструменты а мастерю я специальное основание для принтера в общем чтобы его можно было убирать в герметичный кейс чтобы он не пах чтобы он не пах вот такая вот романтика я пошел вдоль воды улыбаясь как будто выиграл счастливый филе знаешь, Ольга, если б я был танцором я станцевал бы для тебя минуэт как хорошо, что в городе много воды и желаний можно стул утолочь а я все стаптывал свои башмаки и не заметил как спустилась ночь но лайки, слава богу, работают и ночью и я встал чтобы купить сигарет знаешь, Ольга, если б я был танцором я станцевал бы для тебя минуэт а когда кончится день я хотел бы найти тебя здесь под цветным одеялом если кончатся краски значит буду писать тебя белым на стенах домов если кончатся песни значит буду читать тебе прозу если ты будешь не против если ты все еще будешь внезапно кончился дождь и Господь включил свет и этот свет трезанул мне глаза и я крикнул свету привет! разразилась гроза кривота смывалась меня был тот и устал но уже двух лет а когда кончится день я хотел бы найти тебя здесь под цветным одеялом если кончатся краски значит буду писать тебя белым на стенах домов если кончатся песни значит буду читать тебе прозу пока, пока, пока если ты будешь и прозу я дождь то я надо рассказать если ты все еще я там на моторе, вот на скорости а там подвод начать оказалось и на той подкрышки мне с тормозки порвалось так вот там с тормозки и слизь да, вот можно так да, вот так вот так, вот так поймали и 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...